В некоторых российских местах задаются такие характеры, что сколько бы лет ни прошло после, о них не вспоминаешь без душевного трепета. С таким характером была купеческая жена Катерина Львовна Измайлова. В свое время она разыграла такую трагедию, что местное дворянство стало называть ее «Леди Магбет Мценского уезда». Катерина Львовна не была красавицей, но наружность имела очень приятную. Шел ей отроду двадцать четвертый год. Росту она была невысокого, стройная, с мраморной белой шеей, круглыми плечами, крепкой грудью. На белом лице выделялись живые черные глаза, высокий лоб. Выдали ее замуж за купца Измайлова не по любви, а потому что посватался. Она была девушка бедная, выбирать не приходилось. Измайлов человек не бедный. Торговал мукой, крупчаткой, арендовал мельницу, имел доходный сад. Вообще Измайловы жили зажиточно. А семья была небольшая. Свекор Борис Тимофеевич, лет под семьдесят. Сын его Зиновий Борисович, муж Катерины, пятидесяти слишком лет, и сама Катерина Львовна. Детей у нее не было, хотя прожила с мужем почти пять лет. Отсутствие детей печалило всю семью. И рада бы Катерина понянчить ребеночка. Надоедает скука в купеческом доме за высокими заборами. Да бог не дает. Злые языки корят ее за это. Не родится и называет. Нет, обидно Катерине. В чем она-то виновата? При довольстве и добре житье Катерине в доме мужа было самое скучное. Иногда ездили в гости по купечеству. Да ей и не в радость. Наблюдают строгие глаза, как сядет, как пойдет, как встанет. А характеру Катерины пылкой. Привыкла она в девичестве к простоте да к простору. А тут встанут утром ранехонько муж со свекром. Напьются чаю, да по своим делам. А она целый день одна дома сидит. Везде чистота. Лампады под образами горят. И тишина кругом такая. Аж в ушах звенит. Словом, тоска смертная. Походит Катерина по пустым комнатам. Походит, зевота на нее нападет. Подымется по лесенке в супружескую спальню, Устроенную в мезонине. Поглядит в окно, как у амбаров мужики суетятся. Опять зевать начнет. Да и прикорнет часок-другой. Проснется. Та же скука купеческая, От которой, говорят, даже удавиться весело. Скука-скукотища изводила Катерину В богатом купеческом доме. Да еще за нелюбимым мужем. Почти пять лет. Но никто не обращал на сию скуку внимания. Шестую весну Катерининого замужества Прорвало у них мельничную плотину. Согнал Измайлов мужиков дело править. Сам на плоти неденно и ношно сидел, За работами следил. Скучала раз Катерина у себя на вышке, Зевала, дескать. Зевала, зевала. Да аж самой стыдно стало, что раззевалась. Решила она пойти на улицу, По двору походить или по саду погулять. На дворе погода такая чудесная. Солнце светит, птички разные летают. Одела старую шубейку, да пошла. На галерее у амбаров хохот стоит. Пошла Катерина туда. А там мужики кухарку в бадье взвешивают. Кухарка висит в бадье, да весело ругается. Определили, что весит она восемь пудов. Катерине интересно стало, А сколько в ней-то веса? Спросила молодого красивого парня. Сергеем звали. Сколько, по его мнению, в ней пудов? Встала она на весы. Покидал красавец черноволосой гирьки И сказал, что всего-то в хозяйке три пуда До восемь фунтов. И что можно такую-то ношу Цельный день на руках носить, И не запаришься, А только удовольствие получишь. Отвыкшая от таких речей, Катерина покраснела И почувствовала прилив Желания разобраться, да наговориться Веселыми да шутливыми словами, Как в юности. Не так ты, молодец, рассуждаешь, Встрял мужик, сыпавший муку. Что есть в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? Тело наше, мил человек, На весу ничего не значит. Сила наша, сила тянет, не тело. Да, а я в девках страсть сильная была, Сказала она, не утерпев. Меня даже не всякий мужик одолеть мог. Ну-с, позвольте с ручку, Если это правда, Попросил красивый молодец. Он сжал руку Катерины Львовны так, Что она вскрикнула, Потому что кольцо больно вдавило. Свободной рукой Катерина пихнула Красавца в грудь, Да он от толчка отлетел, Аж на два шага в сторону. Нет, вы, позвольте взяться на борке, Раскидывая кудри, предложил Сергей. Ну, берись, Разрешила развеселившаяся Катерина. Не успела она даже примерить Свою хваленную силу, Как Сергей обнял молодую хозяйку И прижал к себе, Приподнял, Подержал на весу на руках И осторожно посадил На опрокинутую мерку. Красная, раскрасная, Поправила она свалившуюся С плеч шубку И молча пошла из амбара. Кухарка поплелась за ней. По дороге рассказала Катерине Львовне, Что Сергей этот ужасный девичур, Любую бабу обломает легко, А уж пригошь лицом сухота девичья. А Катерина поинтересовалась, Давно ли он у них. Оказалось, что с месяц. Теплыми молочными сумерками, Когда мужа и свекра не было дома, Сидела Катерина у себя одна И от нечего делать семечки лузгала. Увидела, как из кухни вышел Сергей, Походил по двору, Прошел мимо окна Катерины И поклонился ей. — Здравствуйте! — тихо ответила она. И двор смолк, словно пустыня. Минуту через две Кто-то ее двери произнес. — Сударыня! Катерина испугалась, Но голос из-за двери сказал, Что это Сергей, И бояться не стоит. У него дельца к ней. И попросил впустить ее. Катерина впустила Сергея. Он пришел попросить у нее книжку. Но Катерина книжек не читала, Да и не имела их. Сергей стал жаловаться на скуку. — Так что же ты не женишься? — Легко сказать, сударыня, Жениться. — На ком тут жениться? — Я человек незначительный. Хозяйская дочка за меня не пойдет. Вот вы, например, Для любого утешением были бы. А сидите у них, Как канарейка в клетке. Да, мне скучно, Сорвалось у Катерины Львовны. Как не скучать при такой-то жизни? Если бы даже предмет у вас какой-нибудь был, Чтобы с ним видеться можно было. Не будем выдаваться в детали их разговора, Но кончилось все так, Как и должно было. Через полчаса Катерина Отправляла Сергея из комнаты, Так только развязанный молодец И сказал теперь, Что ему уходить-то и незачем. И теперь ему везде ход К разлюбезной душе. Еще неделю не было мужа дома. И всю эту неделю Жена его, что ночь, До самого утра Гуляла с Сергеем. Много было винца выпито, Семейной спаленки Из погребов свекра, Губ целовано, Кудре черных по подушке разбросано, Но не все коту масленица. И пост наступает. Борису Тимофеевичу, Свекру Катерининому, Не спалось как-то ночью. Дело старческое. Блуждал он по своему дому Широкой ситцевой рубахе, Подошел к окну к другому, Вдруг видит, Из невесткиного окна По столбу рубаха красная Спускается. Молодец, Сергей! Выскочил Борис Тимофеевич И хвать его за ноги, Где ты ночевал? У невестки моей? Ни в чем не признался Сергей. Отдал себя на волю Бориса Тимофеевича. Пятьсот плетей в наказание Положил ему Тимофеевич. Увел Сергея в темный Каменный чулан И потешился. Но пятьсот плетей Дать не смог. Силы отказали. Запер там молодца На замок. А Катерине без Сергея День прожить невозможно. И тут развернулась Она во всю ширь Своей натуры. Пришла открыто К свекру И стала ключи От амбаров требовать. В гневе пообещал он Выпрыть Катерину На конюшне, Когда сын приедет. Тем Борис Тимофеевич И порешил. Да только решение-то Его не состоялось. Поел он как-то На ночь каши С грибочками. Началась изжога, А потом рвота открылась. А к утру помер. Да так умер, Как подыхали крысы У него в амбаре, Которым Катерина Львовна Собственноручно Кашу готовила С опасным белым порошком. Выручила Катерина Своего Сергея Из каменной кладовой свекры. И без всякого зазора Положила отдыхать На мужниной подушке. А Бориса Тимофеевича Схоронила по христианскому обучию. Схоронила спешно. Даже и сына не дождалась, Потому что время на дворе Стояло теплое. Никто и не подумал плохого. Скончался, да скончался старик. Часто от грибов Уходили на небеса И леват мужики. Зиновий Борисович, Муж венчаный, Еще задерживался. Лес ему дешево попался, И он поехал его смотреть за стоверст. Справивши свое черное дело, Катерина Львовна Совсем разошлась. Всем в доме командовать стала. Она и так была Не робкого десятка. А тут и разгадать Планов ее нельзя было. На разговорчивые языки Катерина щедрую рукой Накидывала платки. И разговоры прекратились. Решили шептуны, Что грех-то ее. Ее и ответ. Только аллегория Хозяйки с Сергеем Далеко зашла. К этому времени Спина Сергея, Исполосованная Борисом Тимофеевичем, Зажила. Заходил он опять Молодцом перед Катериною. Пошло опять Житье разлюбезное. Только время Не для них Одних бежало. Торопился домой После долгой отлучки Обиженный муж Зиновий Борисович. Николай Семенович Лесков Леди Макбет Мценского уезда Часть вторая На дворе стоял Пеклый жар. Катерина закрыла На окнах Спальни Ставни, Завесила Толстым платком И прилегла К любезному Другу Сереже На высокую Купеческую Кровать Отдохнуть. И спит она, И не спит она. Только вдруг Видит Между ней С Сергеем Кот Мастится. Да такой Пышный, Толстый, Ласково Мурчит он И о грудь Ее трется. Стала она Кота Того Ласкать Да гладить, А сама Думает, Откуда В спальне Кот Взялся. Сроду У них Котов В доме Не было. Хочет Она его Рукой Поймать, А кот Туманом Растворяется И нет И нет Его Полно Уж Кот Ле Это Подумала Сквозь Дрем Катерина Львовна И взяла Ее Отропь Солн Слетел Совсем Смотрит Она По Сторонам Только Любимый Сережа Лежит Рядом Стала Она Его Целовать Миловать Да Кухарка В дверь Кричит Что Самовар Под Яблоней Стынет Пошла Катерина Чай Пить Рассказала Кухарке Про кота Та Подумала И говорит Что Непременно Катерине Львовне Кто-то Или Что-то Прибьется Или К ребеночку Такой Сон Зарделась Маком Катерина Угадала Кухарка Ее Давнишнюю Мечту Отправила Она Кухарку Аксинью За Сергеем Чтобы Чаем Его Напоить Пришел Сергей Обнял Хозяйку Перекрутил Ее В воздухе И бросил Шутя На мягкий Ковер Ей Хотелось Поговорить Про Приснившегося Кота Но Сергей Что-то Хмурился И Молчал Катерина Стала Упрекать Сергея В том Что Он Остыл К ней Сергей Лениво Поцеловал Ее Пустой Она Говорит И Снова Поцеловал В губы Слушай Сережа С чего Это Говорят Что Ты Изменщик Кому Это Охота Про Меня Болтать Может Быть Когда Изменял Тем Которые Ненастоящие Она Что-то Дурак С Ненастоящими Связывался Знаешь Сережа Ты Меня На Любовь Хитростью Склонил Пошла Я На Нее Со Своей Охотой И Твоими Улещениями Ежели Ты Меня На Какую Другую Променяешь Я С Тобой Друг Сердешный Живая Не Расстанусь Сергей Заговорил Торопливо Что Он Любит Катерину Но Положение То Его Скверное Вот Муж Приедет Куда Ему Деваться А Опять На Задний Двор Идти Все Сердце В запеченной Крове У него Затонуло Как Подумает Он Что Она С Законным Мужем На Пуховые Перины Спать Ляжет Этого Не Будет Весело Махнула Катерина Львовна Ручкой Как Это Не Будет Совсем Вам Без Этого Невозможно А Я Вам Сво Сердце Имею И Муки В нем У меня Тоже Имеются Ну Будь Я Вам Ровня Купец Какой Али Барин Я Б Никогда С Вами Не Расстался Ну Сами Посудите Что Я За Человек При Вас Я Чувствую Какова Любовь В моем Что Ты Мне Про Это Все Толкуешь Если Только Пойдет Что На Дело Либо Ему Либо Мне Не Жить А Уж Ты Со Мной Будешь Жизни Я Не Рада За Этой Любви Любил Бы То Так Что Не Больше Самого Себя Стоит Вас Ли Мне В Постоянной Любви Иметь Неж То Вам Почет Полюбовницей Тобыть Я Бы Хотел Перед Святым Храмом Мужем Вам Быть Катерина Львовна Была Отуманена Этими Словами Этой Ревностью Сергея Она Теперь Была Готова За Сергеей В Огонь В Воду Ну Уж Я Знаю Как Тебя Купцом Сделаю И Жить С Тобой Как Следует Стану Пойдем Спать Сказала Катерина Львовна Лениво Поднявшись С Ковра Только Она Задула Свечу И Улеглась На Мягкий Пуховик Сон Окутал Ее Голову Слышит И Насквозь Забытье Что На Ее Кровать Упал Тяжелым Кулем Кот Уткнулся Ей В ухо И Мурлычет Что Не Кот Он А Свек Ее Борис Тимофеевич Которого Невестушка Отравила Вот Он И Усох Теперь В Кота Превратился Специально Складбище Пришел Посмотреть Как Она С Сергеем Филипповичем Мужнину Постель Согревает А Ведь Он Ничего Не Видит Потому Что От Угощения Ее Глазки То У Него Повылезли И Просит Катерину В глаза Ему Посмотреть Посмотрела Она И Закричала Благим Матом Между Ней С Сергеем Лежит Кот Но Голова У него Свекра Во всю Величину Как у Покойника Была А Вместо Глаз Кружки Огненные В разные Стороны Вертятся Проснулся Сергей Успокоил Катерину Львовна Да Сон То У нее Начисто И Прошел Да И Кстати Слышит Она Что На двор Кто-то Лезет Через Забор Собака Взбрехнула И Успокоилась Либо Мне Это Кажется Либо Мой Зиновий Борисыч Вернулся Потому Что Дверь Ключом Отперта Подумала Катерина Львовна И Толкнула Сергея По Лестнице Тихо С Ноги На Ногу Переступаючи Кто-то Приближается Сергей Моментально Вскочил В окно И По Столбу Спустился Вниз Катерина Попросила Его Не Уходить А тут Дожидаться Катерина Тем Временем Слышит У двери Прерывистое Дыхание Ищи Вчерашнего Дня Думает Она И Злой Смех Разбирают Ее Минут Десять Прошло Надоело Мужу За дверью Стоять И Непорочное Дыхание Жены Слушать Постучался Он Впустила Его Жена Зиновий Борисович Поозирался И Успокоился Стали Про Житейские Дела Разговаривать Потом Поспел Чай Сергей Услыхал Как Катерина Львовна Чашками Гремит Катерина Пошла За Самоваром По Тороге К Сергею Заглянула Велела Быть Готовым А к чему Готовым Не пояснила Сергей На всякий Случай Встал На готове В своей Постели Нашел Зиновий Борисович Шерстяной Поясок Сергея С него И начались Разборки Да угроза Его Но Катерина Уж Хватило Вольного Воздуха Не так То Ваша Катерина Львовна Пужлиева Не так Очень Она Опужается Ваших Слов Отозвалась Она На слова И угрозу Мужа Муж Удивился Вольности Обращения Катерины Стал Грозить Снова Разбором Ее Жизни Без Нее Их Терпеть Я Этого Не Могу Скрипнула Зубами И Вскрикнула Катерина Выбежала Из Комнаты Ну Вот Он Призналась Она Вводя В Комнату Сергея Про Него Вам Набрехали Так Расспрашивайте Его И Меня Что Вы Такое Знаете Может Быть Еще Больше Узнаете Чего Вам Хочется Зиновий Борисович Даже Растерялся Никак Не Мог Понять К Чему Это Близится Что Это Ты Змея Делаешь На Силу Выговорил Он Но Катерина Львовна Дерзко Велела Спрашивать О Чем Хотел Потому Что Она Не Боится Его Угроз И Сделает С Ним То Что Давно Собиралась Давно Еще До Его Обещания Наказать Е Зиновий Борисович Закричал Сергею Чтобы Он Передразнила Его Жена Она Закрыла Дверь И Ключ Положила В Его Карман Потом Обняла Сергея И Примужа Крепко Поцеловала Тут Ж Ее Щеку Ожгла Пощечина Дальше Произошло Вообще Несуразное Она Вцепилась В Мужа А Прокинула Его Ее Тонкие Пальцы Сдавили Со Всей Силы Горло Зиновий Борисович Не Кричал Знал Что Помощи Не Дождется Он Только Со Злобой Упреком И Страданием Смотрел На Жену Сергей Кинулся Помогать Катерине Львовне Он Сел На Зиновия Борисовича Прижимая Его Руки Но Тут Из Последних Сил Вывернулся Из-под Него Зиновий Борисович И Стал Кусать Сергею Горло И Сразу Обмяк Над Сергеем И Мужем Стояла Катерина Львовна С тяжелым Подсвершником В руках Мертвое Тело Сергей Отнес Погребок Того Чуланчика Где Получал От Свекра Катерины Порку Вот Ты Купец Сказала Катерина Львовна Когда Сергей Вернулся Назад И Положила Свои Белые Руки Ему На Плечи Сергей Ничего Не Ответил Губы Его Дрожали Самого Бел Лихорадка И Губы Катерины Были Хладны Через Два Дня У Сергея На Руках Были Кровавые Мозоли От Тяжелого Заступа Зато Зиновий Борисович Хорошо Упакован В Погребке Никто Не Найдет Никто Не Знает Только Жена Его Да Сергей Ну Преступление Алчного Сергея И Потерявшие Голову От Любви Катерины Львовны На этом Не Закончились Убили Они И Племянника Зиновия Борисовича Федю Маленького Мальчика Потому Что Деньги Его Были Выложены Выложены В Дело Измайлова А Сергей Не Хотел Терять Ни Копейку Но Всему Приходит Конец Преступления Екатерины Измайлова И Сергея Были Раскрыты Их Судили А После Суда Отправили Этапом В Казань И Тут-то Сергей Показал Свою Подлинную Суть Проходимца И Непостоянного Подлеца Как Назвала Его Кухарка Аксинья За Время Передвижения По Этапу Екатерина Львовна Извелась От Ревности Потому Что Сергей Не Пропускал Ни Одной Приглянувшейся Ему Женщины Он И Правда Мог Любую Склонить К Любви Но Умел Он Играть На Чувствии Екатерина Львовна К Себе И Поворачивал Все Так Что Она Прощала Его За Два Перехода Доказания Он Хитростью Говоря Что Ноги У Него От Кандалов Немилосердно Болят И Что Придется Ему Проситься В Лазарет И Отстать От Этапа Выманил У Нее Последние Толстые Теплые Носки Которые Подарил Своей Очередной Пассии Подошла Она Как-то На Остановке К Сергею Да Плюнула Ему В Лицо Не Оставил Он Без Ответа Этого Ночью Завернув Ей Голову Свиткою Два Мужика Отвешали Ей Пятьдесят Ударов Ниже Пояса В Одном Она По Голосу Узнала Сергея Жизнь Кончилась Но Уходить Из Нее Катерина Одна Не Хотела Их Перевозили На Пароме Катерина Львовна Схватилась Нетку Очередную Разлучницу Свою И прыгнула С нею В воду Женщин Не Спасли Редактор субтитров Продолжение следует...